Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу обсудить с вами новый каталог Арифлейм, который уже начал действовать, я немного припозднилась. На самом деле не хотела делать заказ, думала сделаю перерыв, но посмотрела каталог и очень много всего интересного. Единственное, у меня пункт выдачи недалеко от дома закрылся, и если доставка будет стоить больше 200 рублей, то скорее всего я буду с Арифлейм завязывать. Ну очень дорогая доставка, уж на Фаберлик сколько возмущались, но у них и то 150, 100-150 рублей, это еще по-божески, но когда по 250 рублей, это достаточно дорого лично. Я считаю, уже не так выгодно делать заказики, лучше, наверное, даже через кого-то просто заказать мелочь, которая тебе нужна. По каталогу мне очень-очень понравились новинки уходовых средств, потому что тут, судя по составам, к тому же здесь есть еще акции, что если вы берете два продукта с страницы 6.15, то мицеллярка в подарок. На самом деле мицеллярка это не совсем то, чем меня можно заинтересовать, ибо я люблю мицеллярку Эвелин, которую можно купить пол-литра. Рублей за 160, ну да, 170 пусть будет на акциях, без акций 220, но это, блин, капец сколько, а здесь 150 мл, поэтому не скажу, что это прям супер-пупер, но меня, во-первых, заинтересовал вот этот увлажняющий спрей, я вообще люблю такие штучки, обожаю тоники, всякие гидролаты, естественно, я просто не могу пройти мимо. Здесь написано, что низкомолекулярная гиалуроновая кислота содержится и салициловая кислота. Но салициловая кислота для моей комби проблемной кожи это всегда плюс, и поэтому я подумываю насчет покупки. Ну, со скидкой, наверное, рублей 300 эта штука мне выйдет, я закладочку не убираю. Тут много всего появилось, но всякие кремушки, если честно, я уход Арифлейм пробовала и раньше, и недавно попала в мои ручонки-то пару средств, но что-то как-то я не впечатлилась, причем одно из средств это ночная маска из весьма дорогой линейки, которая просто не дала эффекта ни на моей коже, ни на коже моей свекрови. То есть разница у меня 26 лет, ей 45 лет, то есть ни там, ни там не работает, к сожалению. Поэтому я немножечко так с опаской, тем более к дорогим продуктам точно отношусь теперь. Здесь у нас еще есть тоник, тоник мне очень интересен на 150 мл, 350 рублей это очень дорого. Глубоко очищающий гель с фруктовыми кислотами, вот это уже поинтереснее. Фруктовые кислоты, они более мягкие, и в принципе я уже давненько отошла от таких физических пилингов, но летом я к ним немножко возвращаюсь, а так в основном у меня постоянно что-то с кислотами, я стараюсь как-то очистить кожу не физическим способом, и мне это очень-очень сильно помогло кожу привести в порядок. Поэтому, если что, я думаю, может я вот эту пару и вместе с вот этим все-таки прикуплю, еще митилярка мне в подарок будет. Вот, в общем, такая задумка, знаете, сомнительная, потому что новинки по весьма таким нескучным ценам, потому что сколько я смотрела обзоров и никогда не слышала, чтобы уход Арифлейм делал что-то сногсшибательное. Обычно такое говорит только тот, кто живет Арифлеймом и кроме Арифлейма ничего не пробует. Это, конечно, может быть весьма жестоко и негатив в комментариях вызовет, но иногда прям противно смотреть каналы тех, кто работает в сетевой компании, потому что нужно очень объективно относиться к тому, что вы распространяете, ибо если вы посоветуете какую-то говняшку, люди к вам будут относиться соответствующе, поэтому будьте аккуратны, те, кто работает. Лучше не соврать, и тогда к вам потянутся, и заказов будет еще больше. По крайней мере, я так считаю. Просто я бы никогда не вернулась к консультанту, который мне соврал, лишь бы продать разочек. Вот, я хотела взять набор вот этот пробничков, но мне, думаю, не нужен, наверное, этот кремушек. Просто отдельно стоит каталог 9 рублей. Окей, каждый из пробников, пробник туалетной воды отдельно, у меня где-то стоит закладка даже. По-моему, рублей 20 стоит этот пробник. Мы до него дойдем. И пробники помад 10 рублей в Арифлейме. Это просто респект им большой после пробников Фаберли, которые по 50 рублей стоят. Это просто сказка какая-то. И, то есть, мне, грубо говоря, пробник вот этого кремушка за 30 рублей достается, а он мне как бы нафиг не нужен, поэтому я решила, что не буду брать эту штуку. И Клафем здесь хорошая цена, и, наконец-то, знаете, эта хорошая цена, она вовремя, потому что этот аромат летний, я его обожаю, говорила не раз. И прям, это цветочки, он очень женственный. Я его ни с чем не спутаю, он освежает, он придает какой-то легкости. Ну, прям обожаю, обожаю, и здесь написано цветочный, фруктовый, зеленый, он скорее зелено-цветочный. Какой-то сладости вы здесь не почувствуете, возможно, даже будет скорее кислинка какая-то с горчинкой вот эта фруктовая. Но, блин, я его реально обожаю, он мне тут непонятно в чем, где валялся. Не очень эстетично, ну да ладно, флакон, знаете ли, в действии. И я его, ну, просто очень сильно люблю, и этот аромат достоин своих денег, держится весь день, просто шикарнейший. И ничем не уступает каким-нибудь ароматом Дольче Габбана или что-то у меня цветочное недавно было, тысячи за четыре. А, от Givenchy, и, ну, просто в одну стенку поставлю, потому что аромат RFM есть, очень-очень достойный. Но у них, конечно, цена стала уже переваливать за полторы, за две тысячи, но здесь очень даже нормальненько. Конечно, я брала намного дешевле, он, по-моему, тогда стоил 799, но это было несколько лет назад, логично, что сейчас цена повысилась, и этих денег он достоин. Здесь мужские миниатюрки по скидкам, и женские в конце миниатюрки по скидкам, отличные просто варианты, потому что все эти ароматы непростые, и вот эти, как минимум, три вообще тяжелые. Вот эти два для меня конкретно, но и Сенза тоже самое. И Кламон Парфюм здесь, наверное, самый такой помягче, посвежее, ну, и действительно лучше стоит миниатюру приобрести, а потом только полную версию брать, потому что я как-то купила Эмбер полную версию, в итоге подруге задарила. Позас купила полную версию, я ее тоже буду сбагривать. Мон Парфюм, слава богу, я купила именно миниатюрку, и больше мне не надо, потому что есть в ней какая-то горечь, для меня совершенно неприемлемая в ароматах. Так, дальше, дальше, я не буду затягивать, сразу пойду по закладкам своим, хотя все равно отвлекаюсь. Меня девочки просили делать такие видео, если даже одному человеку это видео поможет, я буду считать, что уже время мною потрачено не зря. Я спрашивала в прошлые разы, когда получала заказы, каталоги обсуждала по поводу вот этой новой линейки, и ни одного плохого отзыва, вы представляете? Тем более на вот этот вот шампунь, мне девочки говорили, что волосы прям вау, и с разным типом волос мне девочки это писали, поэтому я 100% буду его пробовать. Вопрос только когда? При покупке двух 345 рублей каждая, а если по одной 365? Знаете, выгода что-то как-то не особо и велика, нормальная ли эта цена, или можно подождать и купить как-то дешевле? Напишите, пожалуйста, кто как бы с самого начала за этой линейкой следит, каталога 4, наверное, она продается, а может еще больше. Я просто не помню, я знаю, что это новинка, не так давно появилась, но несколько каталогов точно, и уже многие это распробовали и покупают не первый раз. Мне еще интересен расход шампуньки, насколько хватает вот этого объема, если у вас волосы, например, давайте поставим до плеч, потому что есть разница, да, у кого короткие волосы, а у кого там до попы. Вот, мне просто, ну, 300 рублей, 250 миллилитров, все равно я относительно цены смотрю, ибо, ну, шампунь это такой расходник, и особо дорого-то не хотелось бы отдавать. Дальше, 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 дальше. Да, вот, новая водичка, 20 рублей, я обожаю лавтап, это такая моя вкусняшка любимая, там что у нас, слива, черный перец, он восточный, он супер сладкий. Мне делают комплименты, когда я его ношу, единственное, я делаю пшиков 5-6, потому что он достаточно быстро слетает, на часа 4 может он на мне подержится, и все. Но, блин, он того стоит, wake up вообще не мой аромат, он такой цитрусовый, очень-очень ядерный, be happy, я не помню, пробовал или нет. И вот у нас chill out, тоже хочу попробовать. Кстати, мне почему-то казалось, что chill out уже был, но, видимо, я с чем-то спутала. Это цветочный, древесный, мускусный, лаванда, ваниль и кедр. Я не люблю лаванду, которая натуральная, с горчинкой, мне нравится она более смягченная и, наверное, в химозе науходящая. Ну, главное, чтобы аромат был не какой-нибудь мыльный. Поэтому обязательно пробник, ни в коем случае не возьму полную версию без затеста. Дальше, в прошлый раз я покупала вот эту парочку и восторг, мне очень понравился. Неожиданно захватил, мне просто нужно было добрать до определенной суммы вот этот кремушек. Дезодорант, понятно, дезодорант, арифлейм все очень любят, они действительно работают, просто прекрасный продукт. Ну, как бы недешево, раньше он стоил дешевле, но все равно он очень нужная штука. И кремушек неожиданно, он стоил, по-моему, рублей 120 или 130, сейчас вот 150. Но, блин, это такой кайф, очень приятный аромат. И здесь охлаждающий крем написано. Я думала, что может будет, ну, такой типа ментоловый, и, ну, иногда ножкам очень даже неприятно. Ну, нет, он мягкий эффект такой, охлаждение идет скорее просто за счет своей текстуры. Но, блин, просто кайфовый. Единственное, дороговато это баловство скорее, потому что увлажнение капельку дает, питание я совершенно не заметила. Но аромат, упаковка я просто с удовольствием использую. Сама от себя не ожидала, но я довольна осталась этой лимиткой. Дальше, я не знаю, как сделать, у меня ничего не лезет никогда в кадр. Обязательно возьму дезодорирующий тальк, если сделаю заказ, ибо у меня сейчас заканчивается тальк от Эйвен, не без разницы, Эйвен, Арифлейм. У Арифлейм, причем, есть тальк еще, я закладку не ставила, вот какой-то из этих у меня есть. Девочки используют вместо дезодорантов, там, кто под грудь, извините за подробности, кто под мышки. Я таким не занимаюсь, я тальк использую для того, чтобы насыпать в обувь, в кроссовки. В особенности, потому что летом я в основном хожу в кроссовках. У меня постоянно как-то отбивается пятка, очень неудобно ходить, и очень сложно найти обувь с удобной колодкой. Поэтому в основном кроссовки это мое все, я ношу их пять месяцев в году, так точно, с мая по сентябрь. И, ну, естественно, ножки не хотелось бы, чтобы потели. И тальк, он мало того, что впитывает влагу, он еще устраняет запах себе, мужу использую, поэтому расход достаточно большой. Этот типа дешевле, но этот якобы дезодорирующий, специальный, поэтому я лучше добавлю 25-30 рублей и куплю его. Вот, в общем, вот эта страничка прям очень-очень кайфовая лично для меня, есть чем там затариться. Хотела бы узнать ваше мнение по поводу вот этой линейки Pure Skin. Я ее пробовала очень давно, еще лет пять назад, и помню, тогда еще восторга не было, но, возможно, что-то изменилось. Напишите, пожалуйста, ваши отзывы, кто пользовался этой линейкой длительное время, ну, хотя бы там месяца полтора-два, и был ли какой-то результат. Меня конкретно интересует борьба с воспалениями, естественно, и, ну, вот здесь матирующий лосьон, еще прикольная штука. Действительно ли матируют, не пахнет ли спиртом, не сушат ли кожу, это прям очень важно, поэтому напишите, пожалуйста, буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Как я уже говорила, я такие видео создаю не только, чтобы высказать свое мнение, но и послушать ваше, и вдруг там, например, я какие-то акции пропустила, просто девочки в комментариях общаются, кто что заказывает, и поэтому не стесняйтесь писать, никто вас не осудит, и наоборот, это как-то очень-очень прикольно, заходишь в комментарии, там между собой что-то обсуждают, это безумно приятно. Вот, я вам говорила, пробники по 10 рублей шикардос, я возьму морозная сирень, это, по-моему, как раз-таки тот оттенок, который идет в наборе по 69 рублей, и глянцевый шоколад, ну, естественно, такие коричневые оттенки, это мое все, я бы, наверное, взяла какую-нибудь платиновый нут еще, но что-то мне подсказывает, что это будет цвет тоналки, не особо я хочу этим заморачиваться, стойкая суперматовая губная помада, я, если выбрать между вот этой и вот этой помадой, посоветовала бы вот эту, я найду видео, где я делала свотч оттенка Taupe, у меня есть этот оттенок, и он кайфовый, это такой холодный, красивый оттенок, который подойдет очень многим, безумно приятная помада, наносится просто как по маслу, но при этом застывает на губах и становится действительно стойкой, не скажу, что она, ну, какой-нибудь там борщ переживет, жирненькая не особо, но перекусить с ней можно, ну, и подправить не проблема, она спокойно наслаивается старый на новый слой, ой, новый на старый, извините, все наоборот, как обычно, единственное, я брала подешевле, цена так и не падает, я хочу, чтобы, ну, хотя бы рублей 300 стоило, и тогда я еще пару оттенков посмотрю, здесь есть Moco Nude, который меня интересует, и это та текстура, в которой можно брать даже яркие и темные оттенки, не бояться, что что-то размажется, а вообще темные помады я теперь зареклась брать только в стойких текстурах, ибо все по щекам, тем более сейчас и маски, и без этого вообще никак, так, я смотрю на этот оттенок пряной кофе, но на эту помаду не очень хорошие отзывы, и я так поняла, что помада в стиках мне нравится намного больше, чем жидкие матовые помады, единицы могу назвать, которые хорошо ведут себя на губах, это в основном белорусы, там, комплименты, пинап, ну и все, наверное, да, это мои самые любимые жидкие именно стойкие помады, остальные как-то либо делают губы какими-то возрастными, какие-то шелушения появляются, которых раньше вы не замечали, и, ну, текстуру тонкую не умеют пока что делать, тем более каталожные марки. Компания, наверное, тоже было бы правильно, то, что меня очень заинтересовало, но чертовски дорого, и два любых продукта со страницы, ну, то есть можно было там что-нибудь купить, помадку, тушь и при этом вот эту палетку, мне нравится все, подбор оттенков, хайлайтер румяна, кстати, у Арифлейм очень деликатный и действительно достойных оттенков, у меня есть просто палетка трешка от Арифлейм, и еще что-то такое, а, румяна отдельно я покупала, причем в таком весьма необычном оттенке, у меня румяшки оттенок розовый, по-моему, нет, вру, какой-то из этих трех не матовый, какой из них, наверное, вот этот персик, он такой розово-золотой и хорошо смотрится, несмотря на то, что там действительно очень много вот этих мелких золотых блесточек, приятная штучка, и та трешка мне тоже нравится для лица, очень деликатная, поэтому мне кажется, это будет нормальный продукт, и у меня такое ощущение, что у меня была палетка от Гош, потом Фаберлик выпустила свою палетку для лица, и вот я смотрю на эту палетку, и даже по фото видно, такое ощущение, что они все в одном месте сделаны, и даже сам концепт очень похожий, если да, то качество у тех двух палеток потрясающее, и, ну, в принципе, я бы хотела, чтобы она стоила рублей 500, и тогда она действительно будет достойна своих денег, но я ее заполучу, только, наверное, придется подождать, хочу цену немножечко поменьше, как-то дороговато, и, насколько поняла, здесь нет зеркала, для меня это скорее плюс, не скорее даже, а четко плюс, потому что я не люблю зеркала в палетке, очень интересный для меня продукт, кстати, я наполнила корзину, и там было что-то, типа, наберите на 50 баллов, и в следующем каталоге сможете купить один продукт со скидкой 70%, можно было бы набрать в этом каталоге на 50, и в следующем заказать вот эту палетку, было бы просто шикарно, нужно посмотреть, поискать информацию, я сидела через приложение и не совсем поняла, если кто в курсе и занимается Арифлеем, напишите, пожалуйста, правильно ли я поняла, и можно ли будет так сделать, было бы очень-очень круто, дальше, что у меня тут, я здесь закладки не стала ставить, про вот эти румяны я уже рассказывала, я думаю, это видео смотрят те, кто не первый день на меня подписан, и у меня были некоторые тенюшки, тоже я делала сводчи, если что, попросите в комментариях, я найду для вас видео, и я знаю, что у Тори Петровой есть несколько оттенков, я для вас и ее видео поищу, поэтому отпишите, если вас тени интересуют, тени Арифлеем меня в восторг не привели, матовые лучше, чем сатиновые лично на мой вкус, но тоже весьма специфические оттенки есть, 119 рублей, мне нравится дезодорант Арифлеем, я не знаю, они не делают ничего особенного, но и плохого ничего не делают, просто стандартный хороший дезодорант, поэтому периодически вижу хорошие акции, покупаю, которые обычно у них стоят по 99 рублей, самая шикарная цена, по-моему, в прошлом или позапрошлом каталоге я затарилась, там штук 6 дела, здесь у меня цель, это мужские дезодоранты, хомспот и сигничи, сигничи, это один из самых любимых мужских ароматов моих, потому что он безумно вкусный, чуть сладковатый, я чувствую там амбру, и он такой древесный, мужественный, ну, прям потрясающий аромат, который хорошо слышится и на взрослых мужчинах, и на молодых парнях, то есть я могу его купить и папе подарить ему там за 50, да, 55, если я не ошибаюсь, хотя это не точно, и своему мужу, которому 27, очень-очень хорошо это все звучит, хомспот для меня скорее, да, это более молодежный вариант, тоже очень достойный аромат, вот эти два, вот этот мне не нравится, он какой-то, как бы сказать, очень грубый, а вот этот у меня пробник был, тоже что-то в восторге, меня не оставил, если что, я, наверное, вот эту пару возьму, самый легкий из всех вот этих, это хомспот, он больше, боже, да, вот это оговорочки, более свеженький, если для вас эти все ароматы незнакомы, то лучше хомспот взять, ну, если, конечно, вы вдруг нацелены на дезодорант здесь, Дэй Тушан, здесь, кстати, очень мало хороших цен на аромат, я вот все пролистала, закладки три у меня только на ароматах, очень-очень сладкий аромат, необычный для сладкоежек, и он ни сколечки, ни летний, если вы его купите, скорее всего, он у вас будет ждать до осени, ну, по крайней мере, если у вас такой обычный нюх, если же вы можете прям жесткими ароматами даже в жару пользоваться, то, пожалуйста, ну, реально очень классный аромат, с хорошей стойкостью, красивый флакон, я не стала его нести, потому что он у меня где-то в закромах и ждет зиму, он действительно очень сладкий, вкусный, восточный цветочный, я бы сказала, что это восточные цветы, по-моему, рядом не стояли, возможно, какая-то фруктовая сладость, причем ближе к сухофруктам, прям очень притерный аромат, но я такое обожаю, скажу честно, в прошлый раз я с дуру-то что купила, это паудри мимоза, мне понравился аромат на страничке, и я купила пробник и купила полную версию на всякий случай, какого черта сама не поняла, здесь 75 миллилитров 800 рублей, а 50 миллилитров стоит, по-моему, 559 рублей, где-то эти ароматы были, вот, и на страничке это аромат свежий, зеленый, вкусный, ну, черт возьми, я доносила пробник, и нифига это, это какая-то ядрёная трава, плюс цветы, очень грубо, и то, что слышала я на страничке, появляется, ну, прям не скоро, нужно потерпеть, я терпеть не хочу, поэтому найду того, кто любит такие травянистые ароматы, и сделаю такой подарочек, в принципе, вот эта линейка Women's Collection очень хорошая у Арифле, здесь ещё есть новинка Pion, но мне Pion даже по этой страничке не понравился, поэтому, ну, я даже пробник брать не буду, я тут пропустила одну закладочку, это Eclat Amour, и это очень лёгкий цветочный аромат, но если в прошлом году я его носила с удовольствием, меня даже как-то зимой на него пробивало, то сейчас я его почему-то носить, не почему-то, я прям знаю, почему не могу носить, в нём есть сладкая пудровая нота, которая зимой очень красиво раскрывалась, и раскрывалась она цветочной сладостью, но сейчас меня этот аромат прям душит, я как-то, ну, просто ни о чём не задумывалась, сделала два брызга и пошла на работу, я чуть не сдохла, пока туда приехала, потому что настолько сильно мне в нос била вот эта пудровая сладость цветочная, которая зимой, ну, правда, она ощущалась по-другому, и лишний раз доказывает, что не то, что все люди разные, а даже сам человек один и тот же аромат в разное время года, и даже есть разница на одежду или на кожу, вы брызгайте, это всё будет по-разному, поэтому если вам какой-то аромат не нравится, попробуйте его просто, не знаю, на другом месте потестировать, другое время года потестировать, там температура, дождь, не дождь, всё влияет, и сейчас этот аромат я носить не могу, раньше я его описывала как какой-то свежий, цветочный, женственный, лёгкий, не могу уже назвать его лёгким, возможно, конечно, что-то со мной не так, но цена потрясающая, 899 рублей, хорошая для него цена, и если вы любите цветочные ароматы со сладостью, то советую к приобретению, правильно, господи, за время 12 ночи, прошу прощения за все оговорки, просто вот этот цветочный, свежий аромат, именно освежающий, а вот этот именно со сладостью он обволакивает и более навязчивый, вот, это их разница, линейку Экла очень люблю, уважаю, и цена на неё очень часто хорошая, здесь ещё есть три Эклашки, Экла Фам для меня жестковат, Экла Мон Парфа вообще не моё, Мадемуазель прекрасно тоже, вот этот аромат, он действительно лёгкий, цветочный, у него есть вот это, как бы сказать, он очень уравновешенный, в нём и небольшая сладость есть цветочная, и при этом свежесть, то есть такой самый-самый, обычный, в хорошем смысле, цветочный аромат, который не будет никого душить, не будет навязчивым, и даже если человек не любит эту категорию ароматов, он его спокойно допользует, он не будет его раздражать, возможно, не будет покупать повторно, но многим он может прийти по душе, вот, лично я так считаю, я буду заканчивать 23 минуты, наболтала только так, но это видео-запрос, надеюсь, я его выполнила, напишите, пожалуйста, что вы будете заказать в этом каталоге, и напишите, пожалуйста, с какого вы города, и сколько у вас стоит доставка, в последнее время столько дискуссий, потому что, ну, цены выросли адские, доставки какие-то тоже, ну, просто, я не знаю, 250 рублей, вот наберу я на 1500, и 250 рублей я отдам за доставку, по факту получается, что я просто беру по ценам каталога, мне проще найти, наверное, в каком-нибудь соседнем доме, по-любому есть распространитель Арифлейм, и у него заказать те продукты, которые мне нужны, мне и то по цене выгоднее получится, вот, поэтому с нетерпением буду ждать ваши комментарии, ваша информация очень-очень важна, не забудьте поставить мне лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok